Привет, друзья! Сегодня я хочу показать вот такую вот красоту, которая расцвела у мамы на клумбе. Это пионовидные тюльпаны. Очень красивые, такое впечатление, что мы смотрим на пионы, а не на тюльпаны. Они очень роскошные, полные, махровые, ну, точь-в-точь пионы. Когда-то я заказывала луковицы, тоже выписывала по интернету, это было очень-очень давно, они уже размножились. Мама, конечно же, поделилась со мной этой красотой. Вот, уже луковички будут и у меня на даче. И также заказывала розовые тюльпаны, тоже очень мило смотрится и очень нежно. Также хочу вас взять сегодня с собой на прогулку в наше село, там, где наши корни. Папа там родился, вырос, и, конечно же, там прошло мое детство. Вот мы уже едем, асфальтируют дорогу, лошади сдают молочко, местные просторы. Вот, молоковоз сдают селяне молоко. И мы едем к папиной сестре. Мы уже, вот, первым делом я в цветник. Да, такая роскошь тюльпанов меня просто поражает. В селе им очень нравится, потому что плодородная земля, чернозем, и они, ну, прям, буяют. Вот такой простой цветничок, ничего лишнего, ничего. Ну, так мило смотрится, вот как оформим. Это сельский цветник. Очень-очень мило, правда? Иду, иду. Это мы в село приехали, к папиной сестре. Боже, ты такая красота. И на этом озере всегда лебеди отдыхали, прилетали. Идем дальше. Все подведено, все чистенько, подбелено, аккуратненько, дороги ровненькие. Ну, просто не село, а сказка. Вот, селяне молодцы, я не знаю, от кого это зависит, от местных властей. Вот, а сейчас мы приближаемся к дорожке, через какую мы бегали в детстве. От бабушки к тете. И наоборот, вот эта дорожка, вот она, ее практически не видно. Но все-таки, чтобы по ней немножко люди ходят. Мы еще к ней вернемся. Зафотографируй, доча. А это сделали в Голодомор. Это Голодомор в 33-м году, который погиб, померли люди. Больше тысячи людей погибло, померло, с голоду. Их звозили в ямы и скидали без никакого хоронения. А это новый тут председатель сельсовета, который сделал. Видите, память. Красиво, молодец. Сейчас мы идем к родственникам на кладбище положить цветы. Аисты повсюду летают. Красавцы, ну, красавцы. И природа. Просто восхищение. Вот мы приблизились к двум таким домикам интересным. Это их построил магнат, который приехал из-за границы. И вдруг он вспомнил, что его корни находятся именно в этом селе. И он хочет возродить тот старинный стиль. Шевченковские хатки, которые были раньше, очень-очень давно. Их уже практически нигде не осталось. Хатки-мазанки. Такие вот побеленные, беленькие. С соломенной стрихой, соломенной крышей. Ну, конечно же, это все исполнено современного материала. Но под тот старинный стиль. Даже в середине внутри у него, говорят, что стоит сундук. Стоит стол, стул. Вышитые занавесочки на окнах. И тканная дорожка на полу. Ничего лишнего. Все очень просто, как в старину. Аисты парочка. Вьют, наверное, гнездо. Вот эта дорожка, про которую я вам говорила ранее. Про которой мы бегали в детстве. Боже, такая ностальгия. Мы очень давно тут не были. И просто меня переполняют такие чувства. Ну, я вам даже не могу передать словами. Просто я окунаюсь в то свое беззаботное детство. Когда были еще живы дедушка и бабушка. Когда мы маленькие бегали, ни о чем не заботились, ни о чем не думали. Вот такие местные животные. Очень красивые лошади. Красивые просторы. И я вам хочу сказать, невероятно чистый воздух. Невероятно. Мы когда приехали после села в город, невозможно дышать. А тут дышится, скажем, на полную катушку. Вот это по тропиночке мы идем к нашему домику. Поля. Поля обрабатывают. Поля засевают. Над землей работают. Земля не пустует. Невероятная красота. Со стороны посмотреть, конечно, все красиво. Все. Если ты приехал в гости. Но в селе жить очень-очень трудно. Держать корову очень трудно. За ней ухаживать, кормить, обеспечивать на зиму ее кормами, доить. Это невероятный труд. Поверьте. И экзотики тут хватает. Маленький бельчонок живет на этом дереве. Всегда постоянно. Мы его застукали. Он не понял, почему такая шумная делегация в этот день. Потому что в селе очень-очень тихо. Всегда. Также мы пришли на пруд. Тут очень когда-то много было гусей. Выпасали люди, когда было на село. И молодежи было много. И населения было побольше. Все держали хозяйство, я помню. Выпускали гусей. Эти гуси сами по себе паслись. Гуси, утки. Сами возвращались домой. Сами знали дорогу. Вот. А сейчас пустота и тишина. Молодежь села повыезжала. Остались одни старики, которым уже тяжело держать хозяйство. Даже от коров уже многие отказываются. Красота. Птицы поют. Ну тут по сих пор був камеш. А це стали брати, як колхози, був розцвет колхозів, то вивозили звідси на поля оцей ил. Понимаешь? Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Аааааааауаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа. О่ и пускал вина разноszекай до добра колха оке оке ил. Уп pointed out и тискай села льва щёл� мusing Ekпышова оке оке зёй нём. Если бы он такой бизнесмен, он бы обновил это место. Бачишь, он питает селян, что вам надо. Что вы хотите, что вам надо. Кто тут такой, конечно, кто тут что. Также мы побывали в местном погребе. Нам было очень интересно узнать температуру, все посмотреть, как устроено. Потому что у нас в городских условиях погреба не такие глубокие, не такие холодные. И зачастую картошка у нас лежит еле-еле долеживая до весны. Она портится, она морщится. А в сельском погребе картошка лежит целое лето и не портится. Там очень холодно, как в холодильнике. Поэтому на будущее, может быть, мы себе такое когда-нибудь построим. Идем обедать. Уже напутешествовались, находились. Идем в дом на обед. Моем ручки. Вот так красиво сирен посреди посажено, посреди двора и оформлено гладчиками. Ну, то есть даже в селе уделяют внимание растениям. А тут мы приехали к другим нашим родственникам. И тут тоже все в тюльпанах. Боже, какая невероятная красота. Везде тюльпаны. Различных цветов. Различных окрасок. Тюльпаны невероятно роскошные. Уже повторюсь, грунт тут им способствует их росту. У нас хіба такие тюльпаны ростут в городе. Тут такая земля, что они ростут, как на дрожжах. Ты хоть давай, хоть не давай. Цего удобрила. Что это дзявкаешь? Да, не дают. Дрова. Ты да. Наверное, чтобы дала. Ира, белотут заснимаешь. Ты мне штанин не порвать? Где? Мне не пустить. Пусти. Пошли покажу на городину. Горисполком. Горисполком, каже. Охранник. Белую будку. О, там целое поле. Восквиток. Ничего себе. О, класс. О, там накопати до кого за тюльпанами приїхати. Осенью треба приїхати. Я буду выкопати хлеб, у меня как посохните, а там буду выкопати чеснок. Суешь, Ироша? Да, на ногу. Душа накопай. Душа накопай. Ой, дядечка наша. Какой же ты миленький. Иди, 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 иди. На. Ты шо, хочешь брикатися? Масенька. Будешь? Ди себе. Як ему нравится на бревнушке бути, а? Маленький, маленький, маленький. О, це мама така. Оце ту поле тюльпани в глаз. Вот какая красота. Очень-очень красиво, нам повезло. Нам с нами поделились луковицами, накопали очень много тюльпанов. Мы с мамой поделились. И будет такая красота у нас тоже дома. Будем вспоминать про наше село. Ты присядь, потому что ты выше, чем его рост. Да? Водочка в тебе есть. Такие у него красивые окрасы, да? Такие хорошенькие. Вот такую красоту мне подарили с луковицами. Луковицы я уже высадила на дачу. Хоть сегодня и дождик, но ничего. Боже, я от них в восторге. Особенно от вот этих оранжевых. Или как их назвать? Желто-красных. Они просто невероятно красивые. Бокалы по 10 сантиметров. Запах потрясающий. Очень красивые. Очень. Они как огоньки. Они так классно смотрятся. Во дворах, в клумбах, в цветниках. Я от этих тюльпанов просто в восторге. В селе земля чернозем. Поэтому они там такие крупные. У них даже листочки. Такое впечатление, что это не тюльпан, а канна. А у нас, конечно, в городе земля похожа. В селе они роскошные. Они до такой степени там роскошные и крупные. Вот что значит земля. Чернозем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин